Регистрация, что вы проголосовали, имея российский паспорт, как-то удалось вам? Удалось это следующим образом. Я как журналист решила проверить, могу ли я проголосовать, поскольку у меня есть прописка в Симферополе. Вот у меня такая посвятка на этом часе вы проживание. Выдаются на год, то есть это даже не вид на жительство. Я пришла и сказала, что я гражданка России, но у меня есть регистрация в Симферополе. Могу ли я проголосовать? И женщина сказала, ну, конечно, можете, вы же здесь живете, давайте. И записала меня в отдельный список от руки, то есть у нее там был список. В нем еще было помимо меня где-то пять человек, которые передо мной так проголосовали. Выдал мне бюллетень, и я зашла в кабинку, проголосовала, и бросила в одну. Вы, как считаете, не являются ли это нарушением? Вот вы знаете, я так по комментариям, судя, вижу, что люди, крымчане, считают, что это нормально. Но по всем законам это является неправомерным действием, поскольку я гражданин другой страны, как я могу решать судьбу данной автономной республики и данной Украины. Поэтому я считаю, что эти действия нелегитимны, и вопрос легитимности референдума опять встает совершенно очевидно. Нет? Сейчас. Немножечко? Да, немножечко. Вот так. Чуть-чуть повыше. Раз, два, три. А, нет, полсветка. Она даже как-то переводится странно, как удостоверение, что-то, на время 2 ноября. Только не сфотографируйте, пожалуйста, со мной. Нет, да, мне прийти. Ну, у них просто сейчас постановление референдума. Сори. Алло, да. Спасибо.